На улицах города кипит работа. За грабли взялись студенты-добровольцы. Фронт работ большой. Одно из главных мест отдыха Ельчан-парк железнодорожников после зимы нужно привести в порядок. Студенты охотно приняли наш клич, охотно вышли сегодня на уборку. Понимают, что ответственность за чистоту в нашем городе закреплена не только за работниками коммунального хозяйства, но и, конечно, в первую очередь это мы, те, кто творим нашу чистоту в городе, кто ответственность несет за порядок в городе. Ответственные за чистоту сгребали листву, убирали битое стекло, фантики. Выходите, убирайтесь, потому что вы живете в этом городе Ельце. Как бы в грязи жить это неприятно. Борьба за чистоту охватила весь город. Вот это, к примеру, переулок Александровский. Прямо под окнами жилых домов лежат горы мусора. Это зона ответственности местных школьников. Тех, кто насорил, они не оправдывают, но признаются, есть и объективные причины. Мусорки стоят на очень большом расстоянии, и чтобы дойти до одной, надо очень длинный путь пройти. На этих улицах школьники убирают уже не один год. Говорят, мусора не становится меньше. Сил только учеников при таком фронте работ маловато. Местные жители на помощь не спешат. Им, наверное, не стыдно лишь потому, что они проходят и говорят, какие вы молодцы, убирайте лучше, чтобы город наш был лучше. То есть мы все равно до конца не осознаем, что это мы бросаем, мы мусорим. Я хочу призвать людей, чтобы помогли природе, помогли городу стать чище, красивее. И чтобы сами не мусорили. Такие субботники в Ельце будут проводить вплоть до лета. Сделать город чище может каждый. Достаточно навести порядок возле своего дома. Оксана Корабельникова, Анастасия Сердюкова, Нона Родионова, Роман Шимонаев, ЕЛЕЦ ТВ, Липецкое время.